Во многих странах Евросоюза поднимают голову ультраправые силы. Если их партии объединятся, они смогут сформировать вторую по величине фракцию в следующем составе Европейского парламента. Но на правом краю политического спектра видны очень разные лица с разной идеологией. Правые партии в настоящее время разделены на две группы. Европейские консерваторы и реформисты, братья Италии, Голос и Закон и Справедливость. Вторая группа — это идентичность и демократия, национальное объединение, Лига и альтернатива для Германии. По мнению итальянского политолога, у них все-таки есть много общего. Самая глубокая линия разлома проходит через сферу внешней политики. Это, в частности, приверженность и отвращение к атлантизму, готовность и нежелание помогать войне Украине. Евроскептицизм этих партий также имеет очень разные нюансы. Он заключается в скептическом отношении к расширению ЕС, чтобы предотвратить ослабление и размывание власти нынешних стран-членов. Также по этой причине такие партии, как «Братья Италии», с большой вероятностью вступят после выборов в переговоры с правоцентристской Европейской народной партией, которая, скорее всего, останется крупнейшей парламентской фракцией. Конечно, рост радикальных правых окажет влияние на политику Евросоюза, такую, как «зелёный курс» или управление миграцией. Михаил Мишустин остаётся на посту премьер-министра РФ. Днём в пятницу его кандидатуру утвердила Госдума. Против не проголосовал никто, коммунисты воздержались, все остальные депутаты выступили за. Михаил Мишустин проработал на посту главы правительства четыре года. На его срок выпали сразу два крупных кризиса – пандемия и вторжение России в Украину, за которым последовали западные санкции. Тот факт, что экономика РФ не рухнула, часто называют одной из заслуг премьера-технократа. Согласно российскому законодательству, после инаугурации президента правительство в полном составе подаёт в отставку, после чего проходит процедура его переназначения. Остаться в кресле премьера Мишустину предложил в пятый раз вступивший в должность Владимир Путин. Теперь у Михаила Мишустина есть две недели, чтобы вынести на голосование депутатов кандидатуры гражданских министров и вице-премьеров. Глав Минобороны, МВД Минюста и МИДа Владимир Путин предложит лично. Независимые политологи ожидают, что большинство членов правительства сохранят свои посты. Уважать и охранять права. Несколько человек были задержаны в Тбилиси в ходе акции протеста против ареста военного блогера и оппозиционного активиста Учи Абашидзе. Участники митинга попытались перекрыть дорогу, произошли столкновения с полицией. Абашидзе обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия. В МВД Грузии также сообщили, что обыск в доме известного блогера проводился по делу о кибератаках на правительственные сайты. Из акций протеста в Тбилиси был прерван концерт в честь Дня Европы. За последние сутки несколько оппозиционных политиков и активистов подверглись нападениям. Ситуация в стране накалилась из-за рассмотрения парламентом закона о прозрачности внешнего влияния. Протесты против законопроекта, который критики называют аналогом российского закона об иноагентах, в Грузии не прекращаются уже несколько недель. Грузинская оппозиция опасается, что закон будет использован для подавления инакомыслия. А служба госбезопасности Грузии обвиняет протестующих в стремлении свергнуть правительство. Тысячи протестующих в столице Армении и Ереване требовали отставки премьер-министра Николы Пашиняна. Из-за несогласия с условиями делимитации участка границы с Азербайджаном. Они говорят, что в результате возникает угроза безопасности близлежащих сел. Протестующие во главе с архиепископом Багратом Галастаняном прошли около 160 километров от границы до Еревана и собрались на площади республики. Они представляют свое движение как аполитичное. Но критики власти указывают на активное участие в нем парламентской оппозиции и обвиняют в намерении расшатать ситуацию в стране в своих целях. Падение рождаемости в последние годы наблюдается по всей Европе. Особенно остро эта проблема стоит в Италии. Помимо того, что показатель рождаемости там один из самых низких в Евросоюзе, местное население стареет гораздо быстрее, чем в других странах сообщества. Не допустить скатывания в демографическую яму – одна из основных задач итальянского правительства и правящей в коалиции партии «Братья Италии». Но и их методы, особенно готовящийся законопроект об абортах, вызывают критику социологов и правозащитников, что наглядно показала двухдневная конференция в Риме. Ее участники сошлись во мнении, что в стране сложилась, цитата, «чрезвычайная демографическая ситуация». По подсчетам, к 2030 году 59-миллионное население Италии может сократиться почти на 1 миллион человек. По данным Национального статистического управления, в 2022 году суммарный коэффициент рождаемости, то есть число детей на одну женщину, составлял 1,24, а годом позже сократился до 1,2. Старение населения – это бремя для пенсионной системы и здравоохранения. В прошлом году правительство выделило около миллиарда евро на меры, призванные помочь женщинам совмещать воспитание детей и работу. Симон, на первую очередь, мы имеем в виду эпоху для всей страны. Мы должны приглашать Европу, приглашать программу, например, для всех первых предприятий. Презутные партии являют, что предприниматели должны делать больше, чтобы увеличить потенциальность, с эксперты говорят, что наш будущий бюджет не включает достаточно метод para ampliar этот проблем. Но многие agree on one thing. In the last few decades, governments have failed to build a strategy to address Italy's demographic decline, or at least to prevent the country's birth rate from falling further. Джордж Орланди, 4 Euronews, in Rome. Папа-римский Франциск призвал итальянцев заводить больше детей. Демографический кризис угрожает будущему страны, заявил он на конференции «Время», участники которой обсуждали снижение рождаемости. Пандифик также попросил итальянские власти усилить соцподдержку семей, чтобы воспрепятствовать старению населения. В отеле один из самых низких уровней рождаемости в мире. Он неуклонно падает уже более 10 лет и в прошлом году составил лишь 379 тысяч новорожденных. Антирекорд для этой страны. Повышение рождаемости – одна из основных целей в программе премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...